Огонь и вода Это две стихии, которые ежегодно уносят сотни жизней людей по Казахстану. Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире телеканала ТДК-42. Программа «Давайте обсудим». В студии работает Марина Горбук. И сегодня мы поговорим о том, как максимально обеспечить безопасность на пляжах и о том, какой ущерб наносят пожары по всему Казахстану и Западно-Казахстанской области. И я рада представить наших гостей, которые пришли к нам сегодня на программу. Это Мирике Жумагалиев, начальник управления государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области. Елена Орёфина, начальник управления предупреждения ЧАЭС, ДЧС ЗКО. Следующий. Рустам Кубашев, начальник отдела организации и службы пожаротушений и аварийно-спасательных работ по ДЧС по ЗКО. Дамир Бекпасов, исполняющий обязанности начальника управления гражданской обороны ДЧС ЗКО. И Дархан Закарин, заместитель руководителя управления природных ресурсов и природопользования Западно-Казахстанской области. Дорогие гости, добро пожаловать к нам в студию. И хочется сразу задать первый вопрос. Это о количестве пожаров в нашей области в текущем году. Сколько пожаров произошло и какого характера эти пожары? Добрый вечер, уважаемый телезритель. На сегодняшний день у нас по территориуму было зарегистрировано 392 пожаров, на которых погибло 3 человека. И 6 человек получили травмы разъясненной степени тяжести. Общий материальный ущерб от пожаров составил 461 миллион тенгер. В сравнении с прошлогодним показателем, это количество у нас увеличилось или сократилось? По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, у нас есть рост пожаров на 12%. Гибель людей уменьшилась на 5 случаев. Также имеется рост на 1 случай получения травм. Вы сказали, что увеличилось общее количество. С чем это связывается? На 12%, да. Большая часть пожаров, на которых наблюдается увеличение, это неподконтрольные объекты органов гражданской защиты, то есть жилой сектор, а также автотранспорт. По жилому сектору у нас наблюдается рост на 10%, по автотранспорту на 8%. Если перейдем к жилому сектору, основными причинами пожаров является несоблюдение элементарных требований пожарной безопасности. Больше половины пожаров у нас происходит из-за неправильной эксплуатации электрооборудования БТУ, из-за неосторожного обращения с огнем. Если перейдем к транспорту, то анализ пожаров на транспорте показывает, что в основном у нас горят автомобили, которые эксплуатируются уже более 15-20 лет. То есть уже в неисправном состоянии находится? Да. И в 90% случаев причина возникновения пожара на автотранспорте является замыкание электропроводки, то есть изношенность электропроводки. Это в какой-то степени, наверное, халатность водителей, да? Да, также имеются случаи. А сколько таких случаев у нас с начала текущего года именно на автотранспорте? Именно на автотранспорте у нас 86 случаев. В прошлом году было зарегистрировано 78 случаев. Как я ранее озвучил, увеличили на 10%. Хорошо, спасибо. Я хочу напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете присоединиться к нашей беседе, позвонив к нам по номеру 93 34 33, либо еще один номер действует, это 8 701 212 42 42. На этот номер вы можете позвонить, также можете написать на WhatsApp. Обязательно все вопросы и все ваши предложения мы зачитаем в прямом эфире. Итак, я так поняла, в текущем году увеличилось у нас количество пожаров именно в быту, да? Техногенные пожары. Техногенные пожары. Какая профилактика проводится для предотвращения пожаров в быту на сегодняшний день? Для предотвращения пожаров в быту у нас постеместра проводится широкомасштабная эвакуационная работа. Активно работаем в социальных сетях, у нас есть свои ролики на каждой тематике, на разные. Это все транслируется в наших местных телеканалах, а также в кинотеатрах области, в областном центре, а также в городе Аксай. Также транслируем наши профилактические видеоролики в местах скопления людей. Это в ЦОНах, в медучреждениях. По всей области ведется такая работа. И, соответственно, работа со СМИ. А также ведем активную работу в чат в WhatsApp-группах через управление образования. Очень активно работаем, так как у них в школах в каждом классе имеются родительские чаты. Вот такая агитационная работа, профилактическая работа с населением, она дает свой эффект? Да, конечно. Как бы сейчас все мы в телефоне, так скажем, в социальных сетях. В последние годы в этом направлении больше работаем. Ну, даже если в этом году у нас есть небольшое увеличение, но динамика пожаров за последние лет показывает, что пожары именно в нашем регионе стабильно снижаются ежегодно. Получается, что население все-таки прислушивается к соблюдению мер безопасности, да? Да. Хорошо, спасибо. Но вот стоит отметить, что все-таки не сокращается, наверное, количество возгораний и пожаров в лесной зоне, в лесостепной зоне. Вот по моим данным, по последнему за истекший период в году произошло 11 природных пожаров и 60 возгораний. Если я неправильно цифру называю, можете меня поправить. Именно на сегодняшний день у нас регистрировано. Наверное, уже больше, да? 15 природных пожаров, из них 12 – это степных пожаров, и 3 в лесной зоне, лесные пожары. И произошло 71 природных загораний. Вот здесь чаще человеческие факторы становятся причиной, либо это все-таки природные явления больше. Да, у нас в настоящий момент наблюдается рост по степным пожарам в два раза. Также лесные пожары у нас, к большому счастью, уменьшились в 2,5 раза. Если в прошлом году за наличный период было 7 лесных пожаров, то сегодня 3. По степным пожарам, если прийти, сами, наверное, наблюдайте, за последний месяц у нас погода пасмурная, гроза. Чаще идут дожди, да? Уже не способствует такому сгоранию. Почти каждый день. Вот в 6 случаях причинами степных пожаров явилось попадание в разрядах молнии. А также имеются случаи из-за неисправной техники, отсутствия искрогасителя. Это в 3 случаях. Также халатное отношение жителей. Это также в 3 случаях. Это неосторожное обращение с огнем, детская шалость. А также нарушение правил пожарной безопасности в степной зоне, где покосом кормов занимается. Как правило, крупные пожары разрастаются, да, если происходит, любое возгорание разрастается, если происходит несвоевременная, как бы, оценка ситуации, да? Вот у нас как эта работа налажена на сегодняшний день? То есть оценка ситуации масштабов возгорания и так далее. В первую очередь основную роль играет это своевременное обнаружение. Также погодные условия. Если, допустим, как за последние дни у нас ветреная погода стоит, же, вот позавчера буквально у нас в Касталовском районе пожар возник. Из-за сильных порывов ветров пожар, так скажем, распространился на очень большие площади, до 1000 гектар, даже с перехода на Тоскалининский район. Было задействовано силы средства Касталовского района, Тоскалининского района, с города направляли эшелоны. И вчера буквально в обед успешно ликвидировали данный пожар. По обнаружению, по современным системам обнаружения степенных пожаров у нас есть космомониторинг. У нашей дежурной службы 24 на 7 зондируют обстановку по области. Вместе с тем параллельно МЧС тоже зондируют. Если обнаруживаются термоточки в какой-то местности, оперативная служба передает нашим подразделениям. Моментально уже сигнал передается, как сразу обнаруживают. То есть информация своевременно проверяется. Если подтверждаются, то по алгоритму приступаем к ликвидации данных пожаров. В прошлом году мы записывали интервью с представителями Управления лесного хозяйства и животного мира. И тогда они заявили, что у нас в Уральске не хватает рабочих. Именно в лесном хозяйстве. Сейчас как с этим дела обстоят? Может быть, вы ответите, Амир? Добрый вечер, дорогие зрители и зрители. В данный момент ситуация по лесным хозяйствам, оснащенность сотрудниками, работниками полностью стопроцентная. Это уже в этом году, вы знаете, в прошлом году, после ситуации в этом Увальском области, заработная плата лесничьим, лесникам повысилась 100%. И в этом году, с 1 июля, внесено изменение в постановление правительства 11,93 по системе оплаты работников из бюджета. И работникам пожарной службы лесных учреждений повысилась заработная плата в 100%. И думаю, все это оказывает... То есть в этом году заработная плата повышена, да? Да, с 1 июля было изменение. Так что в данный момент лесосхозах оснащенность работниками полностью оснащена 100%. А ранее у нас сколько рабочих не хватало? Ну, по сравнению с прошлым годом были вакансии, конечно, но так особо такого не было, я так думаю. Я бы не сказал, что... Сколько работник получал до и сейчас сколько получает? Раньше получали работники минимальную заработную плату около 98 тысяч, а в этом году уже после изменения в дополнение уже 100%, это где-то 180 тысяч. Это только с 1 июля. Это только работникам пожарной службы лесных хозяйств. А лесникам, лесничьим это было в прошлом году, в июле месяце. В данный момент финансирования у нас нет, мы заявлялись областной предприятий комиссии, нас не одобрили, но сейчас заявляемся в республиканский бюджет, так что вопрос времени, так что решается этот вопрос. Хорошо, спасибо, я хочу напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и все те вопросы, которые вас интересуют по данной теме, либо предложения какие-то, если у вас есть, вы можете озвучить, дозвонившись к нам в прямой эфир. Звоните 8701-212-4242, и еще также действует второй номер 93-34-33. В прошлом году, в июне прошлого года, Казахстан потрясла большая трагедия, это пожар в Абайской области, который составил порядка 60 тысяч, площадь которого составила порядка 60 тысяч гектаров, и пожар унес жизни 14 человек, работников лесного хозяйства. Тогда на место трагедии выезжал президент республики Касам Жумар-Тукаев, и родственники погибших лично высказали ему, рассказали о том, что их родные жаловались на отсутствие техники, отсутствие необходимого амбудирования. Я предлагаю посмотреть материал, это архивный материал о пожаре, о ситуации на июне прошлого года. Ранее в зоне пожара пропали 14 человек. Все они найдены мертвыми. Они были сотрудниками лесного природного резервата семьи Урмана. Самому младшему из них в августе исполнилось бы 25, а самому старшему было 63 года. Что же думают депутаты про этот пожар? Мы были там, там ветер не стихает, а техника старая. Вопрос, куда ушли деньги, которые выделялись на эти цели? У пожарных работа рискованная, а зарплата низкая. Теперь нужно расследование провести. В центре леса есть очаги. Как они там появились? Вопрос. У МЧС даже нет дронов. Нужно выделять деньги на ЧС срочно, не завтра, а сейчас. Нельзя ждать следующих человеческих жертв. Министр экологии Сулейменова рассказала, что последние слова лесников по рации были такими. Ветер резко поменял направление, нас накрывает дымом. Это, наверное, один из крупнейших в нашей истории пожаров, полагает министр. Пока об этом рано говорить, но вероятнее всего ущерб будет оцениваться в миллиарды тенге, сказала она. У депутатов на этот счет свое мнение. Мы были там, надо наказать виновных, иначе траур не прекратится. В прошлом году в семье был пожар. Можно было за год принять меры. Мы отправили тушить пожар 14 человек без средств. Это как солдатов на войну отправить без оружия. Были те, кто в трико ушел, без защитной одежды. Техника у них старая. Зилы стоят, 50-х годов, ровесники моего отца. Компетентные органы расследуют предположения о поджоге, как причине пожара, сообщаются в официальном телеграм-канале пресс-службы Акимата Абайской области. Как пояснили власти региона, в связи с распространением видеоматериалов в соцсетях и мессенджерах, на которых демонстрируются места предполагаемых попыток поджогов, важно разъяснение сложившейся ситуации. Автор видео поднимает вопрос о возможной причине пожара, предполагая, что источником огня стал не грозовой разряд, а преднамеренный поджог. Как нам говорят, что произошел дым из-за грозы, ну как гроза могла вот так вот бить в одни и те же места, да, похоже на то, что это был намеренный поджог. Ситуация в Абайской области. Вчера первичные сообщения мы получили от комитета лесного хозяйства, как я сказал, зона ответственности лесов первичное обнаружение и реагирование возлагается на комитет лесного хозяйства Министерства экологии. Первичное около 12 часов дня больше составляло мнением трех гектаров, и потом резко произошел рост до ста гектаров. Это говорит о том, что, возможно, неправильная оценка была обстановки первичной, соответственно, из-за этого было не в свое время направлено дополнительные силы и средства. Итак, я напоминаю, что это видео у нас архивное. Тогда первоначально предполагалось, что возможной версией причиной пожара стал поджог, но в итоге в результатном расследовании было установлено, что причиной возникновения пожара послужило воспламенение надпочечного покрова при попадании разряда молнии в ствол сухого дерева. Но все-таки факт остался фактом, что недостаточно было техники, недостаточно, возможно, была оценена ситуация на тот момент. Поэтому у нас завершилось все гибелью 14 человек, 14 сотрудников лесного хозяйства. Вот такой вопрос. Если, конечно, не дай бог, чтобы у нас такое на территории случилось, такого масштаба пожара, но тем не менее, на случай возникновения чрезвычайного положения, какие у нас, может быть, проводятся учения, да, вообще, какова у нас готовность на сегодняшний день у подразделения ДЧС? И, наверное, лесного хозяйства и животного мира, да, тоже? Да, совместный. С начала пожаропастного периода в нашей области, именно он начался 5 апреля текущего года, у нас на постоянной основе, в апреле или в мае месяцах проводятся совместные учения с представителями лесных учреждений, местных исполнительных органов, ДПФ, которые созданы в сельско-насоединенных пунктах. Также у нас в этом году на уровне республики проводился командно-штабные учения в ОРД, у нас он проводился в районе базы отдыха «Романтик», сам Аким области нас посещал, проверял нашу готовность, оценивал. Вместе с тем, по реагированию именно у нас с прошлого года есть совместный алгоритм взаимодействия, утвержденный совместным приказом МЧС и Министерства экологии. Данный алгоритм содержит действия наши и действия лесных учреждений, повседневной жизни, что они должны заниматься в режиме усиленного варианта несения службы при возникновении пожаров, а также в режим ЧАЭС местного масштаба. Алгоритм расписан, доведен до всех подразделений, вплоть до каждого пожара, но все ознакомлены. В определенном режиме то, что должен делать, осведомлен. То есть каждый свои обязанности знает. Да, эти же алгоритмы у нас также отрабатываются. Хорошо, такой вопрос. У нас техники хватает на сегодняшний день? Ну, у нас, простите, добрый вечер, уважаемые телезрители. У нас на вооружении имеется на данный момент 197 единиц техники. Потребность у нас составляет небольшая, 29,2%. С каждым годом мой автопарк свой обновляется у нас, как с республиканского бюджета, так же и с местного бюджета. Поэтому в данный момент у нас при возникновении каких-то червячей ситуаций техника вся имеется, вся, как говорится, на ходу. Поэтому с этим у нас на данный момент особых проблем нет. Ну, то есть при возникновении какой-либо ситуации, такой осложненной, вся техника у нас в полном оснащении, да? Да. Хотелось бы добавить, может, то, что у нас, вот уже Мир Кимбовыржанович говорил, что у нас после всех этих пожаров пересмотрены все алгоритмы, алгоритмы до всех доведены. Согласно алгоритмам, между дежурными службами и управлением природных ресурсов, также между лесоводами у нас действует, есть определенный информационный обмен, взаимный обмен оперативной информацией. Поэтому при любом факте возникновения лесного пожара лесхоз и управление обязаны сообщать в управлении кризисной ситуации, в дежурную часть, при любом факте. То есть независимо, там, сколько гектар, еще не подсчитана площадь. И на этот пожар уже незамедлительно, в обязательном порядке, автоматически высылаются подразделения государственной противопожарной службы. То есть они прибывают туда уже тоже совместно с лесхозами, оценивают обстановку. То есть помимо государственной противопожарной службы, нашей подразделения, есть еще негосударственная противопожарная служба, которую тоже можно привлечь. Есть ДПФ, добровольное противопожарное формирование. Это помимо тех самих подразделений лесхоза, которые там работают. Поэтому туда уже, согласно этому алгоритму, получается, направляется вся техника, в том числе инженерная специальная техника, которая там не только тушит, но там, например, нужно пашку провести, где-то разрывы, чтобы предотвратить распространение огня. Поэтому здесь в данном случае сейчас, поэтому и учения у нас проводились. То есть комплексно ведутся работу по учению. Хорошо, спасибо. Вот вы сказали, по подразделениям пожарные, в целом у нас по республике порядка 120 пожарных подразделений на сегодняшний день не хватает. У нас как в области ситуация с этим стоит? Я отвечу. У нас на данный момент в области дисфоцируется 29 пожарных подразделений. Из них в районном центре 8 подразделений. В городе Аксай район 3 подразделения и в районных, в населенных пунктах 18. На данный момент потребность имеется. Сами все знаем, город расстраивается, увеличение населения. Строится микрорайон у нас Акжаик, насколько все знают. У нас сейчас выделены два земельных участка в областном центре. Это микрорайон Акжаик и микрорайон Жудес. В данном направлении земельные участки ведутся для строительства новых пожарных депо. И также у нас есть два земельных участка. Это ближайших населенных пунктов. Это Батирикский район, поселок Мичурино. И Тириктинский район, поселок Подстегное. Так как тоже расстраиваются. На данных населенных пунктах тоже имеются земельные участки выделены. Тоже для строительства новых пожарных депо. В данном направлении ведется. Хорошо, спасибо. Дорогие зрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. И вы можете присоединиться к нашей беседе. Звоните. Действует номер 8701-212-4242. На этот номер можно написать. Также можно позвонить. Кроме того, можно позвонить по номеру 93-34-33. Вы можете задать любой интересующий вас вопрос нашим гостям. Также вы можете высказать свои предложения по данной тематике. Можно я добавлю? Да, да, конечно. По арестным хозяйствам, оснащенности. По плану земельных действий я не буду повторяться. Коллегам я заранее уже озвучил. Так что по области у нас 8 лесных хозяйств. И у всех имеются лесопожарные станции. Оснащенность материально-технической базы играет большую роль в этой системе. В прошлом году из областного бюджета выделены деньги на приобретение техники, спецодежды. Спецодежды лесных пожарных хозяйств оснащены полностью в прошлом году. В прошлом году выделено 1,2 млрд тенге на приобретение специальной техники. Приобретены пожарные, малые пожарные станции, водолеи, водовозы, плюс трактора 26 и патрульные машины в прошлом году. В этом году тоже с областного бюджета выделены деньги 93,930 млн. В этом году мы приобрели 32 тракторов, плюс две пожарные машины, автомашины на ведущем ходу и патрульную машину. Так что оснащенность, конечно, потребность есть. Сколько потребность состоит? По сравнению. По проекту лесустройства, по области на восьмерых лесхозах должно быть 12 пожарных машин. Но в данный момент состояние техники неудовлетворительно. Сейчас получается уже, если из 12, три автомашины, приобретенные две, еще одна. Сейчас, можно сказать, остальные восемь уже прошли срок своей эксплуатации. Так что потребность нуждается в замене. Сейчас в данный момент отрабатывается вопрос по приобретению в лизинг восьми пожарных машин, малых ведущих. Так что, я думаю, вопрос в этом году решится. Основное массовое приобретение техники, я так понимаю, произошло после случая в Абайском области. Ну да, можно сказать, да, в прошлом году и в этом году тоже. Также необходимо отметить, что у нас на нашей базе имеется БПЛА. БПЛА тоже приобретено, это в качестве мониторинга, в качестве визуального тоже осмотра. Они используются для мониторинга как степных, так и лесных пожаров. То есть есть на балансе службы. Хорошо, спасибо. Ну, не стоит забывать, что кроме пожара у нас жизни людей уносит и факты утопления в воде, да, это купание в необорудованных местах, в частности. Также случаи бывают происходят и на оборудованных пляжах. Скажите, пожалуйста, у нас на сегодняшний день сколько действует пляжей на территории Западной Казахстанской области? Мы знаем, что в текущем году в связи с паводковой ситуацией у нас многие просто не смогли открыться. И по сей день даже. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Марина, я отвечу. В настоящий момент на территории Западной Казахстанской области у нас функционирует 12 пляжей. Из них 3 коммунальных, 9 в частной собственности. На территории города Уральск у нас функционирует 7 пляжей, 2 коммунальных, 5 частных. 4 пляжа в районе Байтирек и 1 в Бурлинском районе. Если остановиться на статистике, то по территории республики у нас зарегистрировано на сегодняшний день 151 случаи утопления, среди них 47 несовершеннолетних. Если брать с начала купального сезона, то составляет 133 случая, из них 44 ребенка. А если статистику взять нашего региона, то в настоящий момент у нас зарегистрировано 10 случаев, из них 6 случаев это несовершеннолетние. Какая работа на сегодняшний день проводится по предотвращению несчастных случаев на воде? У нас проводится целый комплекс мероприятий. Начиная с проведения рейдовых мероприятий, совместно с депутатами полиции, сотрудниками оперативно-спасательного отряда, при помощи, с использованием волонтеров, проводятся рейдовые мероприятия по акваториям города. В настоящий момент у нас 10 направлений маршрута патрулирования. Также в социальных сетях, на аккаунтах департамента, порталах МЧС размещается информация. В родительских чатах, дворовых чатах также привлекаемое управление образованием. Проводится широкая агентационная профилактическая работа. Также у нас на территории города при помощи 37 LED-экранов, а также 4 кинотеатров, также транслируются профилактические видеоролики для привития именно гражданам культуры безопасности, а также разъясняем правила поведения на водоемах. Хорошо, спасибо. Вот к нам пришло такое сообщение на WhatsApp. С вашего позволения я его зачитаю. Здравствуйте. Хотела бы обратиться к ЧАЭС руководителям и Акимату нашей области. От города, выезжая в сторону Трёкина, Дарьинска, и далее вдоль дороги ужасно всё просло сухой травой и всеми разными сортами трав. И в этих лесопосадках вдоль дороги один бардак. Растут деревья бесхозные, просто опасно. Если вдруг загорится какой-нибудь от окурка, то, если кто-то бросит неизначай, я так понимаю, то, думаю, будет очень страшный пожар, особенно когда сильный ветер. Ну, в принципе, вопрос дальше понятен. Вот в таких, в районе Трёкина, в сторону Трёкина, да? Вот как-то ведётся мониторинг таких территорий у нас на сегодняшний день, чтобы работу какую-то делать по уборке сухостоя, чтобы в случае даже возникновения пожара, чтобы сократить его площадь, минимизировать, то есть. Я отвечу. К гос. лесфонду относятся, конечно, там рассаждение вдоль дорог. Есть некоторые площади, которые даже не относятся к лесфонду. Но по уборке сухостоя, древостой, запас древостоя в области заставляет 8 миллионов кубометров. По проекту лесустройства у нас захламлённость лесовства составляет 5%. Это по проекту лесустройства. Лесустройство проделано у нас в 2016 году, оно проводится раз в 10 лет, в следующем – в 2016 году. Согласно лесустройству, уборка сухостоя, вырубка должна производиться в объёме 375 тысяч километров за 10 лет. Сейчас, наверное, площадь сухостоя увеличивается, потому что деревья старые, и люди не используют печальное отопление. Будем определять уже по проекту лесустройства в будущем. А по уборке сухостоя проводилось до этих времён с самими лесными хозяйствами. По кодексу должны выделяться специальные средства денежные с бюджета по уборке сухостоя. В этом году только с областного бюджета выделено 120 миллионов тенге на вырубку сухостоя. Сейчас уже по Январцевскому, по Уральскому лесхозу начали проводить уже уборки сухостоя. По остальным лесхозам будем проводить уже с сентября месяца. Вот именно по этой линии у нас техники рабочих достаточно? Да, выделили деньги, я же говорил, 120 миллионов только на уборку сухостоя. Здесь будут уже рабочие как бы наниматься дополнительной силой, а техника, в принципе, имеется. Хорошо, спасибо. Я напоминаю, что у нас ещё есть время. Вы можете позвонить к нам, звониться, принять участие в прямом эфире. 8, 701, 212, 42, 42 и 93, 34, 33. Сдавайте интересующие вас вопросы. Ну и нельзя не отметить, что количество чрезвычайных ситуаций не уменьшается, связанных с выпадением детей из окон. В текущем году по Казахстану произошло свыше 100 таких случаев. И лидирует по факту таких случаев у нас Астана, столица Казахстана. На конец июля там зафиксировано 18 случаев. Скажите, пожалуйста, у нас на территории области сколько таких фактов произошло на сегодняшний день? Добрый вечер, ещё раз тоже отвечу на этот вопрос. Действительно, в последнее время, как все мы видим из средств массовой информации, буквально не проходит и дня, как нас такие вот новости посещают, что в той или иной области или в городе произошло выпадение ребёнка из окна. Это сейчас на сегодняшний день тоже актуальная проблема. И наша область также она не миновала. Согласно статистике, за три последних года у нас произошло 24 факта выпадения детей из окон многоэтажных жилых домов. В 2022 было 8 фактов, в 2023 — 7. И вот за прошедший период текущего года уже 9 случаев выпадения детей из окон. К сожалению, один из них закончился трагически — гибелью ребёнка. Что хотелось бы сказать, в основном выпадение детей из окон происходит где-то со второго по пятый этажи. То есть это относительно, даже, не сказать, выше пятого этажа фактов не было. Но, тем не менее, дети получают травмы в таких случаях. Также возраст детей, которые травмировались в данных случаях, в основном — это от полутора до шести лет. То есть это уже здесь полностью ответственность лежит на родителях. Как правило, основные причины выпадения детей из окон — это то, что дети оставлены без присмотра. Это основная причина. А вторая причина — это свободный доступ к окну. То есть рядом стоит какая-то мебель, на которую ребёнок может забраться. И, соответственно, это окна, не защищённые ничем. То есть, например, если стоит москитная сетка, это получается мнимая, визуальная защищённость для ребёнка. На самом деле она не спасает, да? Она не спасает. В основном ребёнок, получается, облокачивается вместе с этой сеткой и выпадает. На данный момент в основном все такие факты. Напомните, в данном случае что нужно — ставить блокиратора на окна, да? И на данный момент сейчас и по республике происходит такая масштабная акция, республиканская челлендж-акция «Начни с себя». Здесь МЧС её как бы проводит, и здесь подхватывают все области, в том числе и наша область тоже. Сотрудники наши сами участвуют в этой акции «Начни с себя» и по установке этих оконных блокираторов. То есть здесь достаточно простое устройство, не требующее особых затрат. Поэтому нашими сотрудниками совместно также с представителями полиции, которые поддержали данный челлендж, представителями здравоохранения, общественными объединениями, где-то уже примерно 101 блокиратор установлен. То есть это защитный фиксатор на окнах. В своих домах они поставили, в своих семьях, соответственно, и в социально уязвимых слоях населения. Мы бы тоже хотели призвать наших жителей, нашего города более активно тоже участвовать в данном челлендже. «Начни с себя» и устанавливать, соответственно, в своих семьях, где есть маленькие дети, в многоэтажных жилых домах, если вы проживаете в квартирах, устанавливать на окна обязательно такие фиксаторы. Тем самым вы защитите своих детей от таких вот трагических последствий. Хорошо, спасибо. Нам подсказывают, что у нас остается лишь пару минут. И, наверное, стоит попросить вас озвучить еще раз основные правила поведения на воде, так как у нас купальный сезон еще не завершен до конца. Еще у нас две недели до конца лета есть. Многие люди еще купаются. Да, мы призываем граждан и гостей нашей области соблюдать правила поведения на водоемах. В первую очередь, это не оставлять детей без присмотра в прибрежной зоне, находиться в воде и купаться без сопровождения взрослых. Также находиться и купаться в водоемах в состоянии алкогольного опьянения. И знать, где находятся оборудованные места купания. И также напоминаем, что за невыполнение данных требований у нас предусмотрена статья административного кодекса 412. Спасибо. Согласно статье? Согласно статье, нарушение данного правила поведения на водоемах на физических лиц налагается административный штраф в размере 7 МРП, на субъекты среднего предпринимательства 10 МРП, на субъекты крупного предпринимательства 20 МРП. Хорошо, спасибо. Нам подсказывают, что у нас эфирное время, к сожалению, истекает. Дорогие зрители, спасибо, что все это время вы были с нами. Спасибо, дорогие гости, за участие. Берегите себя и своих близких. И до встречи в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова